Полно вам, люди, Себя сквернять Недозволенной пищей, Овидей. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Целебная кулинария. В гостях у нас телеведущая Таня Ларич. Здравствуйте. Помнишь, мы с тобой делали соки сладкие, которые освежали нас? Да, после этих соков я пела целый день. Очень хочется и благодарна вам за то, что сегодня буду наслаждаться овощными соками. Хотя, конечно, для меня много вопросов. Ну, морковный сок я себе еще представляю, а вот огуречный, помидорный, капустный, перчик болгарский. Ну, для меня это в новинку. В новинку. И для того, чтобы нам пить и получать пользу от свежевыжатых овощных соков, которые не сладкие, важно использовать соль. Но соль должна быть у нас, знаете, не обычная, а лучше всего из морской капусты. Поэтому мы берем морскую капусту. Можно чуть-чуть вот? А, действительно, то есть порезанная морская капуста. Да, здесь имеются все минералы, которые вообще растворены в океане, представляете? И, естественно, натрий хлор. Поэтому такая соль многократно полезна. И мы... Да, действительно, солененькая. Солененькая. И мы ее... Мы будем делать соль из морской капусты? Да. Класс. Для того, чтобы ее солить наши овощные соки, которые мы приготовили. Здорово. Поэтому сначала делаем соль. А что это? Соль как бы полезная без как бы? То есть это соль полезнее обычной соли? Я же только же рассказывал, что все, что растворено в океане, а в океане растворены все микроэлементы, которые имеются в земной корее. Вот пропорция идеальна для нашего организма, потому что практически плазма крови напоминает собой воду, морскую воду. Вот. И там имеется, конечно, и натрий хлор, поминутовый, и йод, и прочее, 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 прочее. Поэтому мы с вами соки наши будем солить вот такую соль и делать ее более целебной. Итак. Перемалываем. Смотрим, что у нас получилось. О, видите? Перемалоть ее надо в пыль. Что это за пыль такая? А это просто, она сухая. Здорово. И когда милится, она превращается в пыль. Итак, мы с вами... Опа. Слушайте, ну это какое священное действие. Да. С... Измельчили. Паром. Не с паром, это просто-напросто пыль. Ах, уже запах моря чувствуется. Чувствуется. Итак, у нас соль есть. Это самое важное. Все мы из вас пили томатный сок, но томатный сок мы с вами пили, к сожалению, он уже был термически обработан. А раз все, что термически обработано, там она уже потеряла практически большую часть своей ценности. Мы же с вами сейчас будем делать из свежей. Итак, приготовимся. Давим. Томатный сок. Охо-хо-хо-хо-хо-хо. Охо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Охо-хо-хо! Охо-хо-хо-хо-хо! Сразу запахло томатами. Обычно мы томаты получаем на такой шнековой соковыжималке, ну грубо говоря на этом. Шнековая соковыжималка, первый раз слышу? На мясорубке, просто перемалываем, немножечко попробуем. Как я люблю томаты. Ага, Таня любит томаты, значит мы тогда добавляем томатов больше. Спасибо. А где же наша соличка? Вот, ты попробовала? Да, я попробовала, я бы добавила соль. Теперь берем соли. Как думаете, сколько? Ну вот, это уже по вкусу. Немноговато ли? Не стесняйся, не стесняйся. Вам надо? Не, 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 ты себе. Ладно, держите, не стесняйся. Сначала попробовать надо? Да. И смотрите, когда мы используем с вами, я примерно беру одну-три чайной ложечки, когда мы с вами используем вот такую соль, мы ничуть не портим наш сок томатный, а наоборот делаем его еще более целебным и более вкусным. То есть все те, кто страдает от недостатка минеральных веществ, подсаливайте вот такую вот солью. Побольше надо. А томаты вроде как профилактика, онкология. Кстати, мне Ганечкина рассказала вот как раз историю о том, что если вы хотите, чтобы у вас не было онкологии, то в соответствующий сезон помидорный съедайте, ну, примерно килограмм, я не знаю, там, сто, наверное. Вот, это похоже на правду, я за прошлый сезон сто съела, да. Килограмм сто помидоров. Круто. И действительно, тогда они вот начинают действовать таким вот образом. У меня такое желание добавить еще и чесночка, чуть-чуть, может быть, даже лучка. Я думаю, что чесночка лучше добавить. Да? Давайте. И вы знаете, вот, некоторые, ну, как бы сказать, не понимают и могут чеснока сразу перемолоть, сюда добавить... В соковжималку. В соковжималку. В соковжималку. Что получается на самом деле? На самом деле получается, что чесночный дух настолько въедается в соковжималку, что потом, в течение, ну, на полугода, если его... Да, вы что не вытравишь? Яблочный сок, морковный сок и прочие соки будут пахнуть у вас чесночком. Так что чеснок добавляем исключительно в сок. Да. Да, в стаканчик. А вы знаете, Геннадий Петрович, вот, если мы это переместим в, ну, такую суповую чашку и положим мелко нашинкованный огурец, еще какой-нибудь, вот, допустим, там красный перец, у нас получится испанский суп гаспачо. Вот, видите-ка. Да. Кстати, мы какой-нибудь из передач попробуем его и сделать, только на свой манер, естественно. Угу. Так, добавили чесночка, а вот действительно не хватает такой остроты. Соли мы уже добавили в виде морской капусты. Да. Теперь нам остается добавить остроты. Ну, интересно-интересно получается. А мне многовато оказалось запаха йода, то есть я, наверное, переборщила. Ну, ничего, это бывает такое. То есть, сначала старайтесь немножечко добавить морской капусты. Почему? Потому что она сначала должна размокнуть, а потом уже все эти микроэлементы выходят, вот этот запах йода появляется. Вот. Добавили, подождали чуть-чуть и после пьете. Угу. Ну, как с чесночком? А? С чесночком даже получше. Даже получше. Он становится действительно таким остреньким, стимулирует пищеварение, защитные силы организма. Хорошо. Приятно. Теперь мы приготовим огуречный сок. Ну, это вообще какой-то нонсенс, скажут многие. Почему? Потому что даже, наверное, и не слышали про огуречный сок. Потому что, наверное, какая-то нужна еще основа к огурцу, нет? Практически никакой основы к огурцу не надо. Угу. И знаете почему? Почему? Дело в том, что если мы будем использовать один огуречный сок, он у нас будет, к тому же, прекрасно очищать организм. Практически это структурированная вода. И будет являться великолепным мочегонным средством. То есть, у кого имеются отеки, все это будет хорошо уходить. А, да? И плюс он еще будет обладать свойствами такими, как освежать. Потому что он охлаждает. Итак, мы с вами даем теперь огуречный сок. Внимание. Мотор, как говорится, от винта. Я очень заинтересовалась тем, что огуречный сок помогает снимать отеки. Так его лучше пить на ночь? Какое правило его употребления? Он, это хорошее мочегонное вообще средство. Вот какой свеженький запах. Запах освежает. Угу. Успокаивает. Снимает разного рода воспаление. Более того, смотрите, мы все это с кожурой сделали. Значит, здесь имеются микроэлементы, которые будут укреплять наши ногатки, наши волосы и кожу. Он также способствует тому, что как мы уже ранее в какой-то из передач разговаривали, что он еще способствует тому, что нормально работает печень и что-то там с желтой желчью. С желчью, да. Он ее делает. Способствует, да, выведению этой желтой желчи или способствует тому, чтобы она образовывалась. Ну, в общем, желтая желчь, как вы рассказывали, это этап работы печени. Для того, чтобы она разжижалась и лучше проходила по печени. Вот это самая желтая желчь. Да. Потому что мы в основном используем сладкую, жирную, крахмалистую пищу, от которой наша желчь становится более густая. Для того, чтобы она была. Знаете, что со мной произошло? Да. Что со мной произошло? Благодаря этому соку я узнала истинный вкус огурца. Угу. Потому что к огурцу у нас какое отношение? Ну, как-то там огурчик, ну, как хлебушек. Отсюда же и не придает значения. А то, что у огурца есть тоже несколько этапов раскрытия его вкуса, я поняла вот сейчас на этом соке. Угу. И вот, действительно, с его помощью прекрасно уталяется жажда. И знаете, этот сок такой нейтральный. То есть он, как бы сказать, не обладает какими-то там вкусами, чтобы кислым, там, сладким или еще каким-то. Но он охлаждает. Вот. Охлаждает сто процентов. Это самое важное. Поэтому дачники и огородники наработались на даче, хочется пить. И сами знаете, все, что они выпили, сразу же потом выходит. Вы возьмите, выдавите лучше сока огурца и выпейте. Прекрасно утолить жажду, почувствуйте прилив сил и охлаждает. Угу. Зелененький огурчик. Я бы ничего не добавляла. Ни соли, ни соли из этих водорослей. Ни, ни, ничего. Ни чеснока, ни огурь, ничего. Вот он сам по себе. Прекрасно. Начало откашливаться. Откашливаться. То есть все, что у нас имеется более такое сгущенное, она начинает рассасываться и выводиться. То есть организму надо дать энергию. Откуда ее взять? Ее дает нам как раз огуречный сок. Что у нас? Огуречный сок есть. И я предлагаю теперь сделать огуречный сок, добавить еще богатый кель. А, давайте. Он ароматный. Он сейчас даст ему, этому огуречному соку, такой уже стиль вкусовой. Он уже будет четким. Давайте. У меня уже все. Ну, кто бы знал, что огуречный сок поможет вылечивать застарелые вот эти бронхиты, трахеиты. Удивительно. Прекрасно действует на почке. Если имеется почечнокаменная болезнь или еще что-то, вода. Огуречный сок – это практически структурированная вода. Она заряжена. А все, что, знаете, у нас не заряжено. Вот смотрите, что получается. Вот в моче частицы все должны быть заряжены. И они тогда вот так вот отталкиваются друг от друга. Когда заряда нет, смотрите, все слиплось и образуется камень. Как только мы начинаем выпивать свежевыжатые соки, в частности, сок огурчика, вот эти вот все частицы опять приобретают заряд и начинают друг от друга отталкиваться, камушки, песочек начинают у нас рассасываться. Образно, но понятно. Да. Итак, теперь мы еще добавляем перчика болгарского. Вот. И опробуем вот такой сок. Кстати, вот это все надо перемалывать и есть. Здесь очень много полезных веществ, которые мы просто-напросто выбрасываем. Так. Пошел, пошел, пошел. Болгарский сок вот уже мы почувствовали. Он тоже какой-то такой нейтральный по своим значениям. Геннадий Петрович, а зелень вы добавляете в соки? Можно добавить из зелени. Перемалывает соковыжималка зелень? Ну она тяжеловата, но тем не менее она может все это перемалывать. Смотрите, какие стойкие ассоциации. Пошел запах помидорчика, захотелось чесночка. Пошел запах болгарского перца. Он действительно сейчас пошел. Сразу захотелось кинзочки. Какие стойкие у нас вкусовые ассоциации. Ну вот это вот такой интересный. Какую-то мягкость такую напоминает, да? Но женщины лучше разбираются. Сейчас Таня скажет более правильнее. В любом случае здесь парочка такая. Сначала идет болгарский перец, а за ним потом уже огурец. Потому что у огурца, конечно же, отсутствует такой сильный аромат. А в болгарском перце он есть. Вы хотите еще добавить? Пока Таня не выпила, мы сюда еще добавим теперь микс огурец, помидор и болгарский перец. Да вы что? Да, это действительно такая интересная смесь соков, которая улучшит их вкусовые качества. Значит, и при этом придаст еще более какие-то целебные свойства. Итак, опять мы включаем. Берем большой помидор, большой-большой. Пошел. И еще один. Ну давай еще один. Опа. Так, все доделали, да? Да. Ага. Теперь смотрите, все это мы перемешиваем. У нас он получился уже несколько коричневый. Коричневый, да. Интересный коричневый такой. Такой, знаете, это цвет земли по фэн-шуй считается. Коричневый, да. А цвет земли это материальное благосостояние. Я начинаю верить, что этот сок принесет нам деньги. Давайте. Давайте. А что по вкусу? А вот как раз ты и скажешь, что по вкусу. Танюша задумалась, потому что таких вкусов в жизни не встречается. Да, это первый вкус. Землю мало кто ест. Хорошо. Хорошо. Но мне, знаете, что думается, наверное, чуть поменьше можно было бы помидорки. Помидорки, да? Да. Хорошо. Потому что помидорка теперь забила всех. Теперь болгарский перец молчит, огурец молчит, а кислинка помидорная в конце идет и прям вот я-я-я-я-я-я. И поэтому я подумала, что может быть поменьше кислинки. И тебе дает какой-то вот более приятный вкус, нежели те, которые раньше были. Хотя и они были по-своему хороши. Это настоящие духи, настоящие летние духи, где смешано несколько вкусов. И, кстати, чуть-чуть даже как-то пахнет духами, мне кажется, это от болгарского перца. Вот. Кстати, от болгарского перца. И теперь, я думаю, что сюда можно добавить и соли немножко. Или не надо? Вот я что-то с ламинариями не дружу. Хорошо. Я лучше без соли тогда. Хорошо. Сделать удивительный сок из капусты. Из капусты вообще, знаете, она обладает специфическим таким... Запахом. Запахом, да. Потому что в ней очень много серы. И, кстати, вот эта вот сера способствует тому, что она, знаете, есть лекарства, которые содержат серу. Которые против бактерий, там против грибков и так далее. Так вот, когда мы с вами сейчас сделаем капустный сок, мы явно услышим вот этот вот запах. Геннадий Петрович, но капустный сок это точно сок для выздоравливающих, да? То есть предыдущие соки, они и для профилактики, и для вкуса интересные. А капустный сок это же прямо лекарство конкретное. Танюша, каждый сок это лекарство и пища. Просто некоторые, в связи с тем, что он содержит различные вещества, они там более сильные, менее сильные. Но все они по-своему хороши. И важно знать, что сок огуречный, он хорошо промывает наши почки, да? Сок морковки, он питает, он стимулирует. Сок помидор защищает от онкологии. Болгарский сок болгарского перца делает наши кости, сосуды важно, сосуды эластичными. Кости, знаете, тоже крепкими, ногти не ломкими, волосы не секущимися. А капуста? Вот, а капуста у нас будет отечать нас от разного рода бактерий, там, грибков. И также она обладает противоязвенным фактором, кстати, который можно нормализовать работой желудочно-кишечного тракта. Кочережки мы вообще-то не используем, а в соке это то, что надо. Итак, мы с вами давим, приготовляем сок из капусты. И сначала попробуем его в чистом виде. Опа. Ты типический запах уже чувствуешь, да? Пошел. Пошел. Хорошо. Просто мы попробуем, просто чуть-чуть попробуем. Угу. Чуть-чуточку. А мне нравится даже запах. Ну, запах нравится, а вкус? Так, сейчас скажу. А что вы хотите добавить? А, я хочу морковки добавить. Это будет правильно. Этот я с вами выпью. И можно и яблок добавить, а можно и морковки добавить. Да, давайте яблочко одно и морковочку. Хорошо. А мне нравится. Я его допью. Хорошо, хорошо, хорошо. Нравится? Числово, да. Вы смотрите. Знаете, чем нравится? Жгучесть потом появляется в конце. У капусты же она есть, я про нее забыла. Да, 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 жгучесть есть. Вот. Так, и мы получаем микс капустно-морковный сок. Классно. Так. Такой финальный аккорд нашей программы сегодня. Да. Яблочко? Не-не-не. Не-не-не, да? Геннадий Петрович, а почему вы выбрали, почему вы говорите, что надо либо морковь, либо яблоко к капустному соку? Потому что это два таких основных соков, в которых все основное мешается, добавляется. А-а-а. Мы можем, конечно, сделать и вместе, а кубы. Нет-нет. Это как в следующей передаче. Хорошо. Вот. И так как капустный сок является все-таки сильным соком, то надо брать больше. На одну часть капустного сока берите 4-5 частей морковного сока. Пробуйте. Отлично. Совсем другое дело, да? Отлично. Совсем другое дело. Кстати, так как ты хотела смешать капустный сок с яблочным и посмотреть, а что получается, сейчас мы это как раз и сделаем. Я выливаю сюда, а потом его смешаю. Берем яблочки. вот и попробуем, что у нас получается с яблоками, какой вкуснее. от этого он не будет менее полезным, а может быть даже приобретет и более какие-то интересные целебные свойства. поэтому мы вот так раз его выливаем, хорошенько перемешиваем, чтобы все у нас перемешалось и пробуем. Так. Достаточно. Как мне нравится пенка, вот эта шапка из пенки. Вот теперь посмотри, какая пенка, видишь свеженькая. Да вообще просто. Теперь вот она стоит, а пока мы выпиваем и говорим, что с ней будет дальше. Наблюдаем за этой шапочкой. Капучино. Это овощной капучино. А вот это? То есть сочетание капустного сока с яблочным оказалось намного лучше, нежели с морковным. Этот рецепт можно посылать на международный конкурс овощных. Капучино. Овощных капучино. Очень вкусный. Но мы сегодня столько сделали, что мне даже трудно прямо сейчас сообразить, каков был бы мой хит-парад, если бы я его составляла из всех соков, которые сегодня вы делали. Но, знаете, вот капустный паразил с яблочком. Сначала тем, что капуста вообще как-то ее вроде и пить невозможно. А с яблоком она идет великолепно. Широка страна, говорит моя родная, много в ней лесов, полей, реки. А другой страны не знаю, где такие овощные соки вкусно пьет человек. Спасибо большое, Геннадий Петрович. Очень вкусно. Смотрите нашу целебную кулинарию и используйте все это богатство для собственного оздоровления. Доброго вам здоровья и долгих лет жизни. Да. Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни. Пишите нам, присылайте свои рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была целебная кулинария. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok